ВИВАТА АКАДЕМИЯ! 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 ВИВАТА АКАДЕМИЯ традиционный многопрофильный вуз. Это университет в традиционном понимании вуз, примерно равным количеством гуманитарных и естественно научных направлений. Для знакомства с направлениями, которые есть в нашем университете, сейчас каждую субботу для абитуриентов и их родителей проходят Дни открытых дверей. Предлагаю начать знакомство и нам. Мы находимся на факультете русской филологии и национальной культуры. Сейчас здесь проходит День открытых дверей и я предлагаю поближе познакомиться с факультетом. Народ выражает себя в языке своем, писал в 19 веке гениальный ученый-филолог Измаил Срезневский, который, к слову, наш с вами земля. Его наследие в родных краях хранят бережно, как и скрепы той культуры, которой есть народ, страна, которой есть все мы. Особенно важно это в современных реалиях, когда в мире русскую культуру попросту пытаются отменить. Вот почему школьники продолжают выбирать в качестве своей судьбы этот факультет. Нравится литература и русский язык, в принципе. Вот, поэтому решил сюда прийти. У меня тут училась мама, поэтому идем по стопам семейные. Пришла сюда за высшим образованием, получила профессию учитель русского языка и литературы. Хотелось бы, конечно, поступить на факультет журналистики. Меня привлекает очень эта профессия. Я считаю, что это очень интересно. У Эргу имени Есенина, я считаю, что это вообще один из лучших вузов в Рязани. Меня очень здесь привлекают преподаватели. Интересную программу здесь показали. Ну, РГУ, поступайте правильно. На факультете четыре кафедры. Русского языка и методики его преподавания, журналистики и литературы, теологии и культурологии. Это фундаментальное образование в такой важной, особенно в современных реалиях, области. Павел Вячеславович, когда-то вы выпустились из стен нашего университета, факультет русской филологии и национальной культуры, но при этом университет не покинули, а остались работать здесь, в стенах Альма-Матер. Скажите, пожалуйста, что вас на это сподвигло и как вообще проходит работа в родном университете? В первую очередь университет — это люди, это коллектив педагогов, наставников, и об этом, конечно, мы вспоминаем всегда, особенно в этом году, который объявлен годом педагога и наставника. Наш университет исторический, педагогический, потом вырос до классического университета, и, конечно, коллектив наставники — это то, что мотивировало в первую очередь остаться в этих стенах. Выпускники факультета русской филологии и национальной культуры успешно работают в школах и вузах, в газетах и издательствах, в системе радиовещания и телевидения, в религиозных структурах. В разные годы факультет окончили видные ученые-филологи, известные журналисты и работники министерств. Сегодня учебно-воспитательный процесс на факультете обеспечивают 16 докторов и 27 кандидатов наук. Девушки, недавно вы перешагнули порог нашего университета, факультета русской филологии и национальной культуры. Наверняка за прошедшие чуть более месяца у вас уже появились какие-то впечатления, может быть, достижения. Поделитесь, пожалуйста. Это прекрасное место, в которое мы поступили. Уже очень интересно сидеть на парах, проводить семинарские занятия. Мы во всем, конечно, участвуем. Вступили в культ масс. Каждый из нас, из моих одногруппников, и я почти уверена, что весь первый курс очень счастлив, что поступил именно сюда. Поступили мы правильно, как мы считаем. Очень много возможностей для самореализации, очень много возможностей для работы научной. И мне кажется, несомненно, каждый, кто поступит сюда, может найти свое место в жизни и выйти профессионалом. Те, кто сюда поступил, с первых недель обучения понимают, что сделали правильный выбор. Случайных людей на филфаке нет. Все мы любим родной факультет, с гордостью несем звание филфаковца. А что для вас значит звание студентов факультета русской филологии и национальной культуры? Ну, это очень важное звание. И в целом филфак – это место, в котором мы получаем фундаментальные знания, знания, которые вам обязательно пригодятся в будущем. И, конечно, филфак – это семья. Филфак однажды. Филфак навсегда! В субботу, 28 октября, День открытых дверей состоится в Институте истории и философии политических наук РГУ. А 25 ноября ждем всех на Большой общеуниверситетский день открытых дверей. Я даже немного завидую первокурсникам. У них впереди еще столько прекрасных студенческих лет. Да и вообще в РГУ скучать некогда. Здесь жизнь настолько разнообразная и интересная, что занятие по душе здесь найдет любой человек. Да и мы были активными первокурсниками, правда, Катя? Да, я уверена, что всю жизнь мы будем продолжать в том же темпе. Да и наверняка все те друзья, которых мы встречали здесь, останутся с нами также на всю жизнь. Ведь именно здесь мы встретили тех, с кем разделяем свои интересы. В РГУ очень развит КВН. И без ложной скромности могу сказать, что сборная команды КВН Асидора Дункан, участницей которой являюсь и я, добилась очень серьезных высот. Женская команда, которая не только играет в международной лиге, но и в начале октября вышла на новый уровень юмора, приняв участие в проекте «Лига городов на ТНТ». Девчонки рассказали о своем творчестве, о съемках и о том, как удается совмещать такую деятельность с учебой. Девчонки, ваша команда, сборная команды КВН, университетская Асидора Дункан особенно успешна в последнее время. Расскажите, пожалуйста, с чего все начиналось? Все началось три года назад. Съездили два раза в Сочи, один раз неудачно, второй раз удачно. В Сочи как раз собираются команды КВН из разных регионов, даже из разных стран, из Белоруссии, из Казахстана и так далее. И там как раз мы показали хорошее выступление, которое собрали, и начали все, так сказать, с чистого листа, перенали команду. Раньше она называлась «Запресс-передаем», сейчас называется «Асидор Дункан». Кстати говоря, с чем связано нынешнее название команды «Асидор Дункан»? И думали названия, которые связаны с городом и с вузом. Поэтому именно «Асидор Дункан». То есть это жена Есенина, соответственно, и красивое название в целом. Ну и, конечно, она танцовщица такого вольного стиля, это нам подходит по атмосфере. Судя по всему, роли в вашей команде тоже как-то распределены. Да, Катя и Олеся у нас отвечают в основном за шутки. А мы со Златой больше за реквизит, за атмосферу, за организационные моменты. Я безумно счастлива и рада, что вот так подвернулся случай, и теперь это часть моей жизни. Недавно вы приняли участие в съемках шоу на ТНТ «Лига городов». Скажите, вот такой успех, да, не каждый может этого добиться, да, идти до такого этапа. Насколько был тернист, путь на ТНТ? Мы как-то когда ехали, да, у нас такой юмор более статичный и не особо подходящий для ТНТ. Мы с девчонками это осознавали, а через время нам пришел ответ, что все, собирайтесь, вы прошли кастинг. Отлично, что все с ТНТ срослось, это большой яркий успех. Девчонки, ну и помимо «Лиги городов» у вас много достижений, расскажите, пожалуйста, о них. Самый такой плодотворный год был, наверное, 2022. Мы стали чемпионами официальной Рязанской лиги КВН, закрыты для себя гештальт. И в 2022 году тоже стали чемпионами в Международной лиге, это Деларусь, город Минск. Это вот из такого самого крупного. И, получается, мы съездили в Сочи, сразу попали в Международку и сразу ее выиграли. Злата упомянула в интервью, что КВН уже часть ее жизни. Однако самой важной частью студенческой жизни является деятельность научная. Своими преподавателями Эргу может гордиться. Ну а нам посчастливилось стать учениками лучших наставников этого времени. Тайны планеты, о которых все мы с упоением смотрели фильмы, ученые кафедры географии, природопользования и экологии Рязанского государственного университета вместе со студентами познают здесь, на земле Рязанской. И порой эти тайны удивительны. Алексей Владимирович, ну кафедра географии славится тем, что студенты совместно с преподавателями частенько выезжают в разные экспедиции. Какими находками и открытиями этого года вы можете нас порадовать? Это и палеонтологические экспедиции, где мы копаем окаменелости древних, давно вымерших видов живых существ. Вот это вот, не камень так снижался, как нам говорят некоторые дедушки и бабушки. Это вымерший организм, это раковина его. У него щупальца здесь были. Плавал в океане на месте Рязанской области. Аммонит. А вот это вот останки чертова пальца, да? Точнее по-научному белемнита. Ну это что-то типа современного кальмара или каракатица. У него тоже тут щупальца были. Мы обнаружили слой с зубами акул. Мы обнаружили, что в Рязанской области обитало не менее 50 видов древних акул мелового периода Мезозойской эры. А ведь этот карьер мог быть полностью докопан. И теперь месторождение Малый Пролом у города Шацка прогремело на весь мир. О нем напечатан ряд статей в ведущих рецензируемых изданиях за рубежом, куда они так просто попасть. Казалось бы, исследовано уже все вдоль и поперек, и нет белых пятен. Но это не так. Активно меняется климат, и почувствовать это можем мы с вами. Последние годы в Рязанской области теплеют зимы, появляются новые насекомые и животные. Порой исчезают привычные, меняются ландшафты и экосистемы. Наблюдать за этим, а также прогнозировать возможные последствия и сохранять то, что находится под угрозой, задача выпускников кафедры. Подобная работа, масштабная работа, ведущаяся экологами и географами РГУ имени Есенина в Рязанской области, возможно, конечно же, только при участии студентов. Наши студенты – это наше будущее. Это будущие специалисты. Это будущие ученые, сотрудники экологических организаций, проектных организаций, где требуется уметь описывать природу перед тем, как будет построен дом, проведена дорога или труба. Это будущие экологи в Министерстве природопользования или в Росприроднадзоре. Эти люди должны с первых курсов учиться по книгам, а еще учиться работать в природе. Поэтому наши студенты с первых курсов и вплоть до последних дней магистратуры привлекаются к научным исследованиям. Современные ландшафты, а также истории их изменений тоже исследуют ученые кафедры. Вот уже 10 лет РГУ сотрудничает с Федерацией воздухоплавания Рязанской области. Инициатором сотрудничества стал тогда легендарный Лев Маврин. С тех пор вот в таком романтичном взаимодействии сделано множество невероятных открытий, собраны уникальные материалы. Сотрудничество с воздухоплавателями могло нам получить огромный просто пласт данных о том, как ведет себя река Ака, с какой скоростью она меняет свое русло, меандрирует по-научному, где она могла располагаться в эпоху Петра Первого, Ивана Грозного, где тогда был ее берег. Сквозь скорость она подмывает, осыпает и вызывает оползание на своих берегах. Бабочки Рязанского края и их миграция, новые виды птиц и птицы исчезнувшие. Половодие, которое принято в народе называть Рязанским морем и другие уникальные явления природы. Полеты на воздушных шарах и экспедиции на дно древних морей в поисках останков жителей, которым миллионы лет. Все это – область знания истинных ученых с кафедры географии, экологии и природопользования. Катя, я думаю, ты согласишься со мной, что спорт – это неотъемлемая часть нашей жизни. Все-таки движение – это жизнь, и студенты нашего университета все чаще радуют своими достижениями в спорте. И РГУ – это территория здорового образа жизни. Конечно, я согласна с тобой. А в этом году на базе нашего университета даже открылась своя хоккейная команда. В хоккей играют настоящие мужчины. Трус не играет в хоккей. Если оказаться вблизи ледового сражения, иначе игру в хоккей не назвать, понимаешь суть этой фразы очень хорошо. Вот из команды РГУ все вышло, как у настоящих мужчин. Едва команда собрана, уже участвует в турнире «Лига надежды». Две тренировки в неделю. Время позднее. Ну, куда деваться. Тренируемся. Турнир только начинается, я правильно понимаю? Да. А как вы оцениваете вообще свои шансы в сезоне? Ну, сыграть достойно. Занять самое высокое место, какое только возможно. Будем стараться. Отлично. Будем болеть за вас. Обязательно поддерживать свою родную команду. Спортфак РГУ – факультет знаменитый. И выпускники его – это люди, которые смело идут по жизни. Громко заявляя о себе. Ведь спорт дисциплинирует, закаляет, вырабатывает особое отношение к жизни. Есть цели, нет препятствий. Никит, я знаю, что ты учишься на спортивном факультете. Расскажи, а почему ты выбрал именно наш вуз? Ну, я выбрал спортфак потому, что я всю жизнь в спорте. Вот. Хотел стать тренером. В принципе, и сейчас хочу. Педагогом, чтобы помогать детям потом. Становится лучше, сильнее, смелее. А как ты оцениваешь уровень спортивной жизни университета? Хорошо, высоко оцениваю. Потому что сейчас очень много всего, всяких мероприятий спортивных. Вот команду сделали, футбол, ребята. Ну, волейбол. У нас, в принципе, очень много спорта в РГУ. Мне кажется, в институтах других стоп нет. В команде хоккеистов есть и выпускники университета. Вот, например, капитан. По его признанию, правильный выбор вуза когда-то определил весь его успешный жизненный путь. Денис, несмотря на то, что вы давно уже окончили вуз, вы гордо носите майку с эмблемой нашего вуза. Подскажите, а какой след оставил вуз в вашей жизни? Ну, вуз дал мне образование, которое мне помогает по жизни. Вот. Нашел себя в профессии. Управляю персоналом фирмы строительной. В студенческие годы занимался борьбой, футболом. Пригласил главный тренера Муковозов Илья. Решил, ну, знаю, что он дает неплохие навыки. Решил усилиться как бы для себя. Ну, и поддержать родной вуз. Поддержать родной вуз на первой игре турнира «Лига надежды» можно уже в воскресенье, 29 октября, в 13.30, во дворце спорта «Десант». Редактор субтитров А.Семкин